Внимание экономистов и трейдеров 10 января будет обращено на статистические данные ряда стран, а также на доклады Центробанков. Так, в Китае выходят данные по денежному агрегату М2. Эта оценка стоимости всех ликвидных активов на банковских счетах служит показателем инфляции. Данные по промышленному производству Испании и Франции показывают о том числе тенденции в занятости и доходах населения. Ближе к утру огласят международные резервы и индекс, опережающих экономических индикаторов Японии. В США выходят индексы делового оптимизма, розничных продаж и объем товарных запасов на складах. Ожидается и краткосрочный прогноз по рынкам энергоносителей. В течение вторника с докладами выступят главы ФРС США, Бундесбанка, Банка Канады, Банка Японии и представитель Европейского Центробанка. В Мехико должен открыться саммит лидеров стран Северной Америки, который обсудит вопросы экономики и экологии. Наконец, 10 января будет поставлена точка в поддержке Microsoft своих операционных систем Windows 7 и Windows 8.1. Для них выйдет последний патч безопасности. Пользоваться такими компьютерами будет можно, но отсутствие поддержки сделает это небезопасным. Отметим, что 7 и 8 операционная система Windows вышли в 2009 и 2013 годах.